Привет всем! Вы на канале Биэр и Гейм. Мы продолжаем проходить игру Мор Утопия. Давайте продолжим. Так, в прошлой серии мы с вами закончили такую зрелищную серию. У нас прям она так закончилась зрелищно. Мы закончили вот, в общем-то, какой-то здесь ритуал проходил. Быка повесили, посадили накол, в общем, шеей. Повесили накол, посадили шеей. А что посадили шеей? И вот этот мясник, походу, во всем этом виноват. Он поднимает мятеж, восстание какое-то, да? Говорит, что типа давайте Каинов все убьем. Сейчас все убегут, а у него бычка на мясо и продавать будет. Да, и продавать скажут. Свежее мясо по две тысячи, а то и по три тысячи монет. Так, значит, куда мы пойдем? Мы сейчас пойдем... Мы, значит, к Марку ходили, правильно? Где он там? Вот здесь, в театр. Сейчас мы вернемся к нему и расскажем ему, что там было за представление. И что-то ему скажем, наверное. Давай пойдем. Свои какие-то... Где наша любимая песенка? Отдай нам здоровья хреново. Видела здоровье? О, как нам выйти-то отсюда бы... А, давай так вот проедем здоровье, да, у нас здоровье немножко подзаканчивается. А где бинтиковички? И усталость. Так откуда она взялась-то? Так, сейчас хорошо, сейчас завернем к Соборовым. Немножко поспим у них там. Потому что, как назло, у нас и усталость еще появилась. Давай пойдем. В общем, опять лечимся. О, водичка нету. Опять прислали что-то. Смотри, ну что ж такое? Вот кишка, если кишка, как раз. Только начали играть. Внезапное приглашение Катерины. Умоляю вас верить мне чудовищные изменения. Не могу написать, дрожат ладони. Известие. Он появился снова. Придите в стержень, вы нужны мне. Чудовищное известие. А вот я собиралась к Соборовым как раз. Да? К ней что ли? Да, я... Ну не к ней, у нее поспать нельзя. Вот можно у мужа, у нее поспать. И муж ее там... А-а-а-а-а! Ну зачем ты пошла? Ну вот так вот, надо было. Надо было? Да. Нюхнуть пука что ли? Так, что... Я тоже нюхню пука. Сашок, как ты тут управляешь? Ничего важного, он сказал. Ой, перекрутился он у нас. Ничего важного, он говорит. Ничего хорошего, сказал он нам. Сохраним. И заодно с Катериной тогда поболтаем, раз она ушла. Катерина. Какая-то тезка моя. Хе-хе. Так, что там набралось? Опять здоровье. Так, как здесь, как может, два часа поставить здоровье, как мне нет. Так, и как раз здесь находится аптека. А-а-а! Что ж это такое, в аптеку не пройти? Смотри, в аптеку. Привидение. Ай, ладно, пойдем, короче, успеем еще в аптеку зайти, в общем. Может, еще водички навстретим по пути. По здоровью Хомаревский, Кобдец, Петрович. Да, здоровье ухудшается, нам главное его успеть. Зачем здесь монеты везде разбросаны? Постоянно находим монеты. Да, вот еще две копейки добавили. Мы же ничего не купим, но две копейки. Катерина, привет. Куда смотришь? Вот и вы, бакалавр, а я-то вас и ждала. Только там и спешила открыть. Никто больше не знает об этой тайне, и никому не открою. Потому что кому же еще, как не вам, который ради него сюда и явился. Понимаете ли, о чем я? Понимаете ли, о ком я вам говорю теперь? Что же о Симоне? Симон жив. Я только что увидела, как внезапно он появился в горнах. Ведь я его чувствую, и я не могу не чувствовать. Я проснулась, но это чувство осталось со мной. Он там. Он по-прежнему там. Все это было неправдой, химерой. Рубин должен подтвердить мои слова. Ничего не понимаю. Причем тут бриллиант? Рубин должен сказать правду. Он никогда не лжет. Если попросить его поклясться именем учителя, он тогда скажет вам, что тело... что тело он не раскрывал. Симон в горнах. Все было химерой, обманом. Зачем кому-то понадобилось устраивать подобный обман? Химеры. Кайны устроили эпидемию. Прикрылись мнимым убийством. Симон в горнах. Я знаю, что он там. И доказательства будет. И если это не сделаешь ты, я унижусь и попрошу самозванку. А если она откажет, даже гору спика. Им Аглая поверит легче, чем мне. Ей надо знать. Симон, это ведь в некотором роде идея. Ее Симон зовут? Это его зовут. А, я такой вывод успел сделать. А значит ваши слова можно понимать в высшей степени иносказательно. Нет, нет. И в этом и ужас кайных, что любую идею, любую фантазию, которая имеет право существовать лишь в мечтах человеческих, они осуществляют воплоти. Как будто прямо переносят сюда, в земную действительность. Все химеры, весь простор, доступны человеческому воображению. Что же тут ужасного? Да на них молиться за это надо. Если это действительно так. О да, взгляните вокруг. Узрите итоги этих молитв. Нет, им не место на этой земле. Я говорю как защитница слабых и от имени слабых. Когда такие, как они, начинают строить слабые и страдают первыми. Все, что делают кайны, вызов. Вызов это для сильных. А как жить остальным? Вы говорите от имени марионет. Так пусть слабые становятся сильными. У вас нет жалости. Вы неумолимы. Как же так можно? Даже Бурах, ужасный потрошитель, которому суждено потопить нас в крови, и тот больше жалеет людей, чем вы. Ух, чего вы хотите от меня, Катерин? Умоляю вас, Калина преклонна. Идите к нему, убедитесь, что он жив, и отдайте кайных на расправу инквизитору. Аглая будет рада, ибо единственное, что есть в ней хорошего, так это ненависть к ним. Да, я не знаю. Так знайте же. О, как она наградит вас за эти известия, если бы вы разоблачили злодеев накануне всеобщей гибели. Ведь это деяние достойно подлинного героя. Отчего же вы не хотите? Ведь я прошу о такой малости. Я в любом случае собирался посетить Гордон. Возможно, дыма без огня действительно не бывает. Так, Рубин, единственный, кто точно знает, какая судьба постигла Симона Кайна, он должен сказать мне правду. Хорошо, сейчас мы узнаем какую-то правду. Катерина? Катерина, вы слышите меня? Чи есть, слышите меня, психо? Там что, даже несколько, там что, даже несколько покойников ничего не отвечает? Эй, хмырь, попка. Ничего не отвечает. Дай жрачку. День-день. Так, здоровь-ка-то у нас лучше не становится. Что же нам делать? Понятно все. Перед облачком лучше сохранить. Ух, шо ж вы здесь, горох она еле. Шо смотри, паскубы не дают пройти. Уходи. Так, сейчас попробуем зайти в эту аптеку ближайшую. Слушай, так у тебя есть какая-то бутылочка красненькая, чпокни. Нет, для здоровья нам... А она для чего? Не поможет. В смысле, хмырь стоит живой, с голыми руками, такой свинтолочкой. И не боится заразиться, да. Тут тучки всякие летают. Какой иммунитет? Ну-ка, где здесь? Ух ты. Ну-ка, давай, делись с нами чем-нибудь. Хмареками. Мирадорм. Незначительно восстанавливает здоровье. Так, а у нас их 17 штук. Так, а что это? Я не поняла. У нас их 17 штук. Вот, действительно, да? Ну, они очень действуют на усталость. У нас здоровье-то улучшается, а вот усталость... Она ничего не улучшается, она не исчезла. Видимо, надо спать. Хмырь, можем мы поспим на тебе? Тогда мы... Не, не будем. Мы сейчас пойдем в театр, к Марку. Потом сходим к Рубину. Вот, прямо у нас задание сейчас куча навалилось сразу. Расскажем про БК. Расскажем про Симона. Симона там... Когда же хмырь вообще? Когда мы закончим проходить за этого... Кто-то он... Бакалавр, что ли, сдолбал уже? Сколько еще? С какой-то день? Ты забыл, кто такой Симон, да? Ты спросил. О-о-о! Наконец-то! Отдай нам! У Леши радость. У Леши радость любимая. Любимая музыка. Надо на телефон поставить. Буду ходить всем по... Гавайте, они будут мне отдать. На, отдай нам. Они мне будут сыпать деньгами. Я... Я десять телефонов возьму. Везде их заклеиваю. Буду ходить. Отдай нам, отдай нам. Они мне все будут сыпать. Сыпать на меня. Тихо, тихо, тихо. Сейчас пусть они поделутся. Опа-нзи. Все, он мой. Давай, давай. Ты мой. И... Давай. Свей... Чё это за пупок? Хрен. Кот, куда курица-то прибежала петушина? О-о-о! Бедный... О-о-о! Не стырились, мои. Ха-ха-ха! Блин, пупок. Так, отлично. Четыре окошка просто ничего нет. Так, что мы хотели сказать? Мы хотели рассказать про Симона, да? В общем... Пойдем к Симону? Пойдем, пойдем. Ты же не помнишь, кто это. Не знаю, кто это. Ну, Симон... Симон... Это был такой старичок, ради которого бакалавр сюда приехал, чтобы какую-то свою... А он живой, что ли? Свою тюрьму. А, тут бородач, ты его один раз такой... В смысле? В смысле бородач? Мы его... Мы его даже не видели. Сохранитесь, пора. Мы Симона даже не видели. Ты видела, как нас заразили? Они поедали, отдай нам, отдай нам, отдай нам. Видишь? Вот что это? Это дымок. Хмыр, шоу. Так, идем в театр. В театр, 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 в театр. Вы че, сумасшедшие, что ли? Че вы здесь? Вы здесь что, рай для гороха, что ли? Марк, прими меня в свой театр. Давай я уже тут разбелась. Уже тут. Оп, он ножку держит, как смотри. Так, я с ней трупов. Так, трупы трупов. Да. Судьбы нет, бакалавр, так? А все потому, что мы не стоим после... И того, чтобы у нас была хоть какая-то... Я был на пустыре. Видели? Произвело впечатление. Что это? Как это вообще понимать? Вы же просто хотели, чтобы я посмотрел на это клей. Сразу признаюсь, это не моих рук дело. Ровным счетом наоборот. Прямой удар по моим интересам. Я был далек от мысли, что это произведет хоть какое-то впечатление на вас. Разве что отвратительное. Но мне хотелось, чтобы вы посмотрели, насколько сильное впечатление это производит на Черн. Ай, боюсь, что так. Ну да. Это, видите ли, сделано в таком месте и в такой форме, чтобы взбудоражить народ. Видимо, кто-то хочет собрать толпу. А те, кто собирает толпы, обычно делают это с одной лишь целью. Натравить их на кого-нибудь. На кого метит... На кого метит это? На кого метит это струей? Мне кажется, это на Каинах. Да, они же говорили, что на Каинах. Мне, собственно, все равно на кого. Вам не должно быть все равно. Вы теперь к такому сроку подошли, что вам уже не может быть все равно. Ибо полтора дня осталось. Я хочу это пресечь, потому что мне претит манера, в которой это исполнено. А вы? Да, мне все равно. Это опасно. А мне не все равно. Это опасно. Ну, как же убрать их оттуда? Сейчас мы... Сейчас самый удобный инструмент для решения любых вопросов армии. Натравим. Действительно, воистину умное решение. А пожалуй, что и красивое. Профессиональный предрассудок. Я, виртуоз, манипуляции. Никогда не воспринимал массу вооруженных людей как инструмент. Сказать, что это антисанитарно, его и сожгут. Только боюсь, на этом история не закончится. Посмотрим. Посмотрим. Так, теперь реальную силу в городе представляют только военные. Пусть они и сдержат этот мятежный сброд. Окей. Вот это, видела, рука? Сколько на ней пальцев? Пять. А что значит пять? Так, давай пиши... Мы спросим у трубача. Пиши мне диктант, кто такой Симон. Симон. Сейчас пойдем к трубачу и спросим. Он скажет. А ты помнишь, кто такая Симон? На перроне у вагона всего лишь пять минут. Ты помнишь, кто такая Симона Шуль? Шуль? Нет. Не помнишь? Ребята, кто, может быть, смотрел, кому-то, может, это что-то и скажет. Симона Шуль. Это есть такой французский фильм. Называется «Жилец». «Жилец». Старенький фильм. Там играет Роман Палацкий. Он сошел с ума из-за какой-то Симоны Шуль. И вот я сейчас вспомнила его. Мы же с тобой смотрели, блин. Да ладно, вспомнили. Такой фильм страшненький. Жутковатый. Опять пупку что-то идти? Так он же сказал армию натравить. Давай травить. Я надеялся, что в лице именно этого инквизитора я увижу не вечного врага, а друга. Но нет. Она уже ответила нам какую-то роль в своих расчетах. И черную роль подсказывает мне сердце. Скажите, командор, я могу опрощаться к вам в случае возникновения чрезвычайных сражений? Искренне надеюсь, что это так. Искренне надеюсь, что это так. Признаюсь вам, я в ярости. Директива, которую я получила от командирования, предоставляла мне самые широкие полномочия и принятие стратегических решений. Об инквизиторе не было сказано ни слова. И вот теперь... Что же теперь, дорогище? Эти вопросы до сих пор не урегулированы. Уже много лет негласно принято правило, при котором военное командирование подчиняется решениям инквизитора. Это было оправдано тем, что инквизитор все равно найдет способ заставить военного выполнить его волю. Знает он о том или нет. Да, признаться, до самого последнего времени военные командиры не позволяли питать ложные иллюзии на человека. Но теперь все изменилось. Я готов сотрудничать с ней. Она же отказывается даже встречаться со мной. Она собрала информацию не без вашей помощи, полагаю. И теперь вовсю крутит колеса. А мне небрежно велит подождать, пока до моего колеса дойдет очередь. За что вы отвечаете, командор? Я отвечаю за то, чтобы эпидемия не поползла отсюда дальше, ни при каких обстоятельствах. Еще я отвечаю за жизни своих солдат. Вот то, что я знаю точно. Ваши огнеметчики выжигают все зараженное, невзирая на то, что движется оно или нет. Это в пределах их компетенции? Безусловно. На пустыре костного столба они увидят много интересного. На вашем месте я бы обратил их особенное внимание на этот упырь. Ой, пустырь. Гммм, я так и сделаю. Я поставлю в известность Патрокла. Он доблестный офицер, горячее сердце. Именно он и командует огнеметчиками. Его назначили ко мне в часть как раз перед этим делом. Вот пусть и исполняет свои обязанности. А я больше знать ничего не желаю. Хорошо, теперь я спокоен. Все. Побздели, сохраняйся и... Так, умирающий бык уничтожен солдатами. Восстания не будет. Все. Быка уничтожили. Давай, сохраняйся тогда и все. Какая карта? Давай. Давайте мы вот на этой карте вот как раз таки... Да? Да ты что? Ты воевать хочешь, ты, воевода? Первый раз он что-то сказал. Я думала, он ничего не говорит. Внук Сталина. Хорошо, ребята. Здесь мы закончим нашу серию Муро. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ке. Подписывайтесь на канал, смотрите наше прохождение. Спасибо, что вы с нами. Пока. Продолжение следует...